Компания по вакцинации в Кыргызстане идет полным ходом. На сегодняшний день по официальной статистике полный курс вакцинации прошли 282 тысячи человек. Первой дозой привито 598 тысяч. К Новому году планируется привить 70% граждан, включенных в целевую группу. Это 2,5 миллиона человек. Но темпы вакцинации тормозит недоверие граждан к самой иммунизации. В этом направлении также ведется активная работа. Министерство здравоохранения и социального развития совместно с офисом ВОЗ в Кыргызстане проводит ряд поведенческих исследований, которые направлены на изучение доверия к вакцинации. И мы наблюдаем, что группа желающих получить вакцину становится каждый раз все выше. Но у нас есть ключевые задачи – вакцинировать тех, кто еще сомневается. И наша задача – преподнести им достоверную информацию, чтобы они поменяли свое решение и пошли вакцинироваться. В Минздраве уверяют, что вакцины, которые сегодня используются в Кыргызстане – это Синофарм, Спутник Ви, Астрозенака – безопасны и прошли все необходимые исследования и одобрены ВОЗ. В последнюю очередь шестым ВОЗ стал Синофарм. Вакцины полностью разданы по Кыргызстану, и все побочные явления на Синофарм не было, по крайней мере, на данный момент. Всеобщая кампания по вакцинации проводится сегодня во всем мире, и выработка глобального коллективного иммунитета – это ключевой фактор для выхода из пандемии. И наличие сертификата о вакцинировании является обязательным условием для посещения некоторых стран мира. Вопрос включения в список аккредитованных западными странами вакцин, используемых в Кыргызстане, все еще остается открытым. Вакцина Синофарм, она входит в состав списка ВОЗ для экстренного применения в период ЧАЭС. И, как и многие страны, наш сертификат, который был разработан и утвержден, он тоже уже получает одобрение многих стран. И если население к нам обращается и просит, чтобы мы каким-то письменным подтверждением подтвердили о вакцинации двух доз, то мы стараемся по месту прививания предоставлять такие документы. Одной из причин, которые кыргызстанцы часто используют для того, чтобы отложить вакцинирование или вовсе его избежать – это высокий уровень антител. Вакцинация приводит к выработке различных видов иммунитета, начиная от выработки антител, нейтрализующих или связывающих, и заканчивая клеточным иммунитетом и клетками, в том числе клетками иммунологической памяти. Поэтому какой-то один тест на антитела вряд ли позволит в полной мере оценить защиту. В Минздрав совместно с международными партнерами продолжают активное сотрудничество в сфере вакцинации. На сегодняшний день в рамках программы «Ковакс» в Кыргызстан помимо вакцин поступают шприцы для инъекций и боксы для их утилизации. «Также при поддержке Глобального альянса по вакцинации ГАВИ ЮНИСЕФ помогает усовершенствовать холодовую цепь. И в ближайшее время мы доставим дополнительные морозильные камеры и холодильники для вакцин». Также рассматривается вопрос поставки в Кыргызстан вакцин других производителей, кроме тех, что уже используются в республике в борьбе с COVID-19. Нурбек Иманов, Сент-Урабыкеев, Аллато-24.